В свете глобализации и интеграции Казахстана в мировое образовательное пространство вопрос об обеспечении качества образования, соответствующего мировым образовательным стандартам, является одной из приоритетных задач высших учебных заведений и страны в целом. В послании народу стратегии Казахстана 2050 новый политический курс состоявшегося государства президент Республики Казахстан поручил правительству страны, начиная с 2013 года, обеспечить развитие системы инженерного образования и современных технических специальностей с присвоением сертификатов международного образца. Как известно, в международной практике, в том числе в европейском пространстве высшего образования, основной формой гарантии качества образовательных услуг является процедура аккредитации. Актуальность развития казахстанской системы аккредитации образовательных программ в области техники и технологий, соответствующей европейским стандартам, обусловлена требованиями современной экономики, рынка труда и процессом интеграции в мировое образовательное пространство. Одной из основных целей проекта Tempus Quick является создание и реализация системы обеспечения качества в инженерном образовании в странах Центральной Азии, а также аккредитация образовательных программ в области инженерии с последующим присвоением европейского знака качества Eurace Label. Кроме того, проект предусматривает создание Международной Центрально-Азиатской сети инженерных организаций и Центра по аккредитации инженерных образовательных программ, тем самым соответствует политике Министерства образования и науки Республики Казахстан по созданию независимых центров по обеспечению качества в области образования. К консорциям проекта входит 9 агентств и университетов Европы и 18 образовательных учреждений Центрально-Азиатского региона. Координаторами является Флорензийский университет. В настоящее время работа по проекту осуществляется в соответствии с общим планом реализации проекта. 27-28 ноября 2012 года в Вилла Вегони, город Менаджо, Италия, состоялось стартовое совещание, в ходе которого были обсуждены планы реализации поставленных задач проекта «Темпес Куика», финансовые вопросы, а также назначены ответственные лица от всех партнеров за реализацию мероприятий проекта. Казной имени Аль-Фараби и Казахстанского общества инженерного образования, являясь одним из основных инициаторов проекта, проявили первый форум «Куика» и семинар по созданию национальных обществ инженерного образования в странах Центральной Азии 3-4 апреля 2013 года. Форум стал площадкой для обсуждения вопросов по повышению качества образования в области естественно-научных дисциплин и разработки центрально-азиатских стандартов аккредитации естественно-технических программ в соответствии с европейскими стандартами и требованиям работодателя. В ходе форума была представлена информация о работе и об опыте КАССИ по созданию общества инженерного образования. В своем послании «Стратегия-2050» наш президент Нурсултан Апишевич Назарбайд поставил очень важную стратегическую задачу перед высшим образованием об обеспечении, в первую очередь, конкретно способности наших специалистов, наших выпускников. И, конечно, конкретно в этом послании он отметил о адаптации и совершенствовании учебных образовательных программ. В этой связи в рамках европейского проекта Евросоюза «Темпус» мы взялись с этим проектом. Это означает, в первую очередь, гармонизация и адаптация наших учебных программ к европейскому стандарту. Вот главная задача вот такая. Следующий этап, когда в рамках этих требований наши учебно-образовательные программы будут синхронизированы, гармонизированы и соответствуют этим стандартам, тогда мы уже будем проходить аккриптацию нашего образовательных программ. После аккриптации это означает, что наши учебные образовательные программы будут признаваться мировым сообществом. Следующий этап уже сертификация наших выпускников. Именно вот такую цель преследует такая масштабная европейское право «Темпус КВИКа». И в перспективе будет создано централизационный центр по аккредитации образовательных программ и в дальнейшем уже сертификация специалистов этих стран. «Есть такой международный подход к оценке качества образования, в том числе инженерного образования, который заключается в том, чтобы использовать два инструмента для обеспечения качества инженерного образования. Первый инструмент – это общественно-профессиональная или профессионально-общественная аккредитация образовательных программ, по которым обучаются инженеры. А второй инструмент – это сертификация инженерной квалификации. Одним из главных условий сертификации инженерной квалификации является обучение этого специалиста по программе, которая аккредитована профессиональным сообществом. Во многих странах существует агентство, так будем говорить, или какие-то организации, которые проводят вот эту общественно-профессиональную аккредитацию. У вас есть, на самом деле, такая структура – это Ассоциация инженерного образования Казахстана. То, что называется ЯНАИ – это некий альянс, союз этих стран, в которых агентство по аккредитации существует. И вот сегодня такой проект в Европе получил грант. Этот грант ставит своей задачей создать на пространстве Центральноазиатских стран вот такого же типа альянс. И вот эту систему, европейскую систему аккредитации образовательных программ распространить на страны Центральной Азии. Что мы ожидали, и вы говорили о миссии. Миссия – это, что Европа и Центральная Азия должны идти на общий путь для осуществления для наших будущих инженеров, чтобы быть рекоментированы в их очень важной роли, и чтобы осуществить, для Европы и Центральной Азии, на качестве будущих инженеров. И я помню, с самого начала, огромное поддержание Казахстана через ректор Мутанов, который посетил все встречи и пытался впервые Казахстана Ассоциация для инженерного образования чтобы быть так активной, как многие другие, на уровне мира. Это должно быть представлено. Также были проведены ряд семинаров по созданию обществ инженерного образования в Ташкентском государственном техническом университете имени Абу Райхана, в Кыргызском государственном техническом университете имени Искаха Розакова и Таджикском техническом университете имени Академика Мухаммеда Осими. В ходе реализации проекта был проведен комплекс работы по совершенствованию деятельности аккредитационного центра и подана заявка в Министерство образования и науки Республики Казахстан для включения аккредитационного центра КАССИ в национальный реестр номер один. Кроме того, Казахстанское общество инженерного образования стал аффилированным членом международной сети агентств по обеспечению качества высшему образованию и Европейской Федерации национальных инженерных ассоциаций. В рамках проекта «Европейская сеть по аккредитации в области инженерного образования», которая является одним из партнеров проекта, проводил тренинги для слушателей из числа экспертов центрально-азиатских стран. В этих тренингах принимали участие эксперты казахстанских фузов партнеров проекта, включая КАЗНО и КАССИ. Согласно основным задачам проекта, подготовленные европейскими партнерами, эксперты в дальнейшем участвовали в аккредитации инженерных программ КАЗНО первого и второго цикла. В настоящее время ожидается решение Аккредитационного совета ОСИИН, авторизованного Европейской сети по аккредитации в области инженерного образования, агентства по присвоению знака качества U-Race Label. Можно с уверенностью сказать, что при успешной реализации проекта будет обеспечено признание и привлекательность инженерных программ среди студентов и работодателей, а также иностранных студентов. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА